Глобальное потепление – причина разрушительных ураганов в США. Такое заявление сделали исследователи по климатическим изменениям Имперского колледжа Лондона. Ученые считают, что два урагана Хеллен и Милтон стали наглядным примером того, как потепление водных масс влияет на интенсивность стихийных бедствий. Подробнее в следующем материале. Глобальное потепление повлияло на температуру воды в Атлантическом океане. Показатель превышает норму на 2 градуса по Цельсию, что и позволило урагану Хеллен набрать силу. Таким образом, количество осадков увеличилось на 10%, а скорость ветра на 11%, выяснили ученые из Имперского колледжа Лондона, используя метеорологические данные. Ураган Хеллен стал разрушительным из-за изменения климата. Помимо этого, данный фактор повлиял и на скорость ветра. Стихийные бедствия, которые происходили в Мексиканском заливе, были усилены тем фактором, что воздух стал теплее. Чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара он содержит. Это и приводит к осадкам. Еще одни специалисты только уже Американского института Брауна поделили своим мнением, какие факторы влияют на изменение климата. По словам директора Ким Кок, потепление происходит в результате деятельности человека. То есть сжигание таких видов топлива, как нефть, уголь и газ, приводит к значительному увеличению количества осадков, сильных дождей, наводнений, ветров. Такой процесс образует выбросы парыниковых газов, которые, подобно одеялу, окутывают землю и повышают температуру. Рост интенсивности ураганов Хахелин и Милтон должны послужить тревожным сигналом. Для готовности к чрезвычайным ситуациям делится КОП. Дополнительное потепление, которое, как мы знаем, произойдет в течение следующих 10-20 лет, еще больше ухудшит статистику ураганов и приведет к установлению новых рекордов. Специалист также предупреждает, что использование ископаемого топлива не только привело к большому количеству осадков, но и в будущем станет причиной крупных наводнений. Наргиз Муратова, 24КЗ.